Мы ориентируемся, собственно, вместе с вами, уже увидев картинку. Друзья, все-таки сыграет Мази у нас на стриме, и да, ты смотри, мы врываемся даже не со счета 1-0. Ну просто, понимаешь, ждать сейчас до победного, пока там они сыграют и раскачаются, это часа два. И задерживать весь следующий круг, начиная со счета 0-0, мы вчера видели, это плохое решение, это в какой-то степени даже не продумано. И тут организаторы DreamHack здорово подстраховались. Во-первых, мне очень нравится, что есть два посадочных места. Это действительно очень круто, когда обустроены две площадки и происходит вот такой вот свап. Тебе не нужно время на настройку игроков, чтобы он залогинился, приготовил свои колоды. Это вот, знаете, две минуты там, две минуты там, а в результате это выливается в солидные такие задержки. Что, кстати, и произошло на мажоре по КС, собственно, где заранее не было подготовлено несколько игровых мест. И, соответственно, настройка игроков занимала большое время. Да, много вообще моментов, насколько я понимаю, в Кракове было. Ну в целом многое остается, конечно, за ширмой, и мы не знаем всего, но... Но это один из таких вот моментов по задержкам в том числе. Ну и с ХС все-таки попроще, посадочные места для ХСеров также попроще. Это тебе не команду из пяти участников посадить, настроить. Ну, в общем, друзья, нам повезло. Так вот, давайте смотреть. Матч-поинты начинаются для Мази. Одна победа его отделяет от следующего раунда. И стартует он на Секрет Маги. В ответку это контрольная редакция Паладина, судя по Вестнику Рока и даже Харрису Джонсу. Причем интересная редакция от Мази. Секрет Мага. Есть здесь и Чараплёс, есть здесь и Превращение. Зелье Превращение. Секрет за три кристаллобаны. Да, да, да. Зелье Превращение. Именно. Такое вот удивление было для нас вчера в качестве открытия противостояния. Ну, и хочется отметить, что у Фроузена и у Мази там вообще похожие колоды в этом отношении. Он бы отыгрывает через подобные секреты. Второй кристаллманы. Нет, это был Чаки. Чаки и Мази. Рожатие Билкин. Ну, а здесь два мага, которые дают тебе разыграть заклинание ровно за нолик. И это великолепно. Ты удешевляешь разносчицу кристаллов. Сейчас ты играешь в Чараплёд. И прям нормально. Смотри, Мази, кстати, мага взялся за него. Так, у меня есть еще одна опция. Да. Чисто вот у меня есть еще один секрет. Ну, специально, специально стоит так делать. На этом турнире мы, кстати, увидели уже неоднократно, как игроки какие-то форсируют события, переживают, лишний раз бахают картишки и там не выжидают должную паузу перед сыгранной картой. А тут Мази имеет только один секрет на руках, показывает, что у меня есть еще второй, третий. Поэтому давай, обыгрывай. Что это за секрет? Что это за угадайка? Причем, кстати, из моментов угадайки, поддерживания темпа, Найман отмечал в первый игровой день старта Дримхака, что в одном из раундов ему попался немножечко такой нервный оппонент. В каком плане? Он очень сильно спешил, он дергался. Найман отмечал, что в таких ситуациях психология играет важную роль. В таких ситуациях лучше всего тянуть до фитиля, и просто игрок теряет нить сражения, нервничает, совершает ошибки, не контролит детали. И это, кстати, факт. Ну а здесь за счет лакея Медива и доразмена магам мы убираем Вестника Рока. Что дальше будем делать? Освещение прямо сейчас. Но чуть-чуть боимся мы здесь антимаги в этом отношении. На следующий ход кода может сильно зайти и проехаться по лакею Медива. Просто по хорошему ходу у нас просто нет. Просто так пропускать против агрессивного мага, агрессивной редакции с кучей непонятных секретов, это не очень круто. Проверили мы отраженную сущность. Это не она. Поэтому просто прожимаем способность героя. Ну окей. Оставим освещение на будущее. Дальше вроде как планирует коды выставлять Авола. Ну и я уверен, обрадует сейчас Мази его еще одним магом Керентора. И еще один секрет. Можно появляться. Ох уж это перебирание картишек. И оппонент Мази также у нас там пересматривал свою руку, якобы показывая, что у меня так же много вариантов. Ой, как же здесь Чероплет под гребенистого сыграет. Чероплет будет хорош. Нужно искать какой-то таргетный спелл. Но их по факту там нет просто. Лакей погибает от несущегося кода. И две единицы урона проходят в лицо. Висит Анити Маги и Чероплет. Напомню, здесь для Мази разносится кристаллов. Стоит у нас два кристалломаны, но теперь мы можем сыграть ее за ноль. Ну и смотри, секрет. Фростболт, который улетит, например, в кода. И мы продолжим пробивать по лицу. Грибнистого, сколько нам и не боимся. У нас еще там и антимагия есть. Ну и тут Мази просто захватывает стол. И топчет лицо. Вот у меня нет других слов. И попробуй обыграть три вида секретов. Вот на самом деле, Чероплета нужно обыгрывать. Не забывайте, что висит еще и антимагия. И зелье превращения. Как вообще в принципе здесь выкручиваться паладину? Затаунтиться ты не можешь. Сдавайся. Я предлагаю сдаваться. Смотрителя, опять же, зелье превращения. К сожалению, паладин не настолько в нынешний момент гибок, чтобы обыграть все эти виды. Смотри, какой момент. Можно прямо сейчас с помощью запретного исцеления снять антимагию. То есть если ты играешь в запретное исцеление и там антимагия, у тебя остаются кристаллы маны. Ну да, что ты с ними делать будешь? Потом пытаться чистить освещение. Ну да. Тоже как вариант. Но сможет ли этот момент прочувствовать у нас паладин? Причем хилить надо кода, а не лицо. Хотя тогда мы не снимем антимагию. А нам нужно снимать именно антимагию. Нет, все правильно тут делает. Освещение. Кто вот не знал, остаются кристаллы маны. На будущее, да. Это связано также и с заклинанием мага. Как оно называется? Запретная форма. Запретная форма. Запретная форма. И запретное... Пламя у мага. У мага, да. Это то же самое касается этих двух секретов. Этих двух заклинаний. А что у нас по урону? Шесть единиц ледяной стрелы. Десять, одиннадцать. Этого мало. Возможно, ученица вспышка в овечку. И даже одну ледяную стрелу отдадим, чтобы законтрить серебряный клинок или любое другое оружие. Просто если бы мы проверяли в стол, то там, по-моему, призвался бы чараплет. Что, даем освещение? Нет, смотрите. Кстати, не хочет форсировать. Хочет набрать еще карт. Дракона хочет выставлять просто на следующий ход. Показывает, что освещения у меня нет. А если сейчас зайдет огненный шар, мог бы он погибнуть? Шесть улетает. Десять, тринадцать. Десять, одиннадцать. Не получалось. Даже в таком раскладе. Одиннадцать урона есть сейчас. Интересный момент. У нас, в принципе, идет не самым стандартным образом эта партия. Паладин отдал хил. Мази истощил свою руку, ему жизненно необходимо топдайкать урон. Сейчас этот урон есть, но его не хватает. И я так понимаю, что пойдет соревнование. Топдек нет ли, мази дэмэдж или все-таки паладин похилится? Нет-нет-нет, ребят, чероплет работает только на стол. Если ты херишь лицо, это сто процентов снять интимаги. Ну и что, все-таки играет на всей здесь мази. Ну и доисторический убирает два существа. Остается только Лаким и Дива. Но и ты остаешься на пяти единицах здоровья. И огненный шар тебя леталит. Ну, дракон. Огненный шар, понятное дело, но если огненного шара нет. Но у нас тоже по хилу проблемы. В общем, самая большая беда. Ну, вот как раз это я и отмечала. Тут стоит обратиться в колоде, который, кстати, у нас нет. Отыгрываются ли здесь коняшки? Играется ли здесь второе исцеление? Есть ли из стопроцентных? Это, конечно же, еще серебряные клинки. Ну и не приходит для мази здесь урон. Это всего лишь арканолог. Да. А это блок, который ты сразу же активируешь шиппинг. Пингуешь в лицо, я думаю, даже. И надо здесь разбивать уже даже лакея медива. Ни в коем случае не стоит вставлять в лицо в живых его. Ну, как еще одно какое-то освещение и ты же пропала. Тебе здесь банально уже надеяться на топдеки. Просто запингуем за пять ходов-то и все. Если не зайдет хил. Что придумывать-то? Просто запингуем за пять ходов. Ставим на счет. А, Рагнарос Лугосвета. Вот он, идеальный заход. А нет. Есть еще раненое существо 4.6. Ну и опять же, дополнительный активированный секрет. А если это зелье превращения второе? Да, там Мазина собирал целую кучу разных секретов. В каком количестве, не знает никто. Ближе к топ-16 мы уже узнаем колоды лучших игроков. Ну и тут вот вопрос. Боялся зелье превращения у нас в паладин. Что мы будем играть? Пытаться выставляться. Конечно, Рагнарос Лугосвета. Это, мягко говоря, неприятненько. Ну, вернее, существо замечательное, великолепное. В данной ситуации оно тебя спасает, выручает. Но не с раненым драконом. 4.4 на столе. Просто выставляемся дальше. Надеемся на то, что не зайдет там никакого урона. И все. Еще шанс на топ-дек. Второй ход. Где топ-дечит Мази? Это антимагия. Ну, капец. Смотри, антимагия снимает сейчас равенство. Если мы играем антимагию, я уверен, Мази ее сыграет, то у нас будет 50 на 50 возможность похилить именно дракона. Ну, тут еще момент, когда мы активируем еще один вид секрета. Опять обыгрывать все заново. Да, да, да. Тут просто начинаются опять эти майн-геймс. А может сейчас все-таки зелье превращения? А если там антимагия, как бы мне так обыграть, чтобы себя похилить? Слишком реально много вопросов, на которые тяжело найти верный ответ. Я, например, весьма часто путаюсь в секретах, но я и не профессиональный игрок. Пробиваем по лицу. Ну и да, угадай-ка начинается вновь для Авола. Просто что делать, как быть? Надо равенство одно отдавать, но давай равенство. Ты можешь сам начинать терять существенно следующее, какая-то минимальная зачистка. Ишь и пропала. Ну вот, как мы видим, даже профессиональные игроки часто не совсем точно обыгрывают секреты. Потому что отыгрывают одного секрета, ты можешь абсолютно проигнорировать второй секрет. Вспомни хотя бы период Тайса, когда он банально путался в нескольких видах секретов Охотника. Это был короткий период от Тайса, но он был, а это игрок, один из вообще известнейших во всем мире. Смотри, решает даже Вестника Рока выставлять прямо сейчас. Ну, чтобы на следующий ход точно похилиться. Да, поставить рагу, похилиться. А тут еще должно... Топ-дек, третий ход для Мази. Ну, давай. Ай, это просто Архимаг. Это не то. Эх. И сделать ты с этим ничего не можешь, понимает прекрасно Мази. Понимает все прекрасно. Ну, партия еще не закончена, несмотря даже на хилл. Дракон вернется в руку. В свою очередь Антон выйдет следующим ходом, но... Окей, ранишь ты Рагнароса, но все равно там пойдет второе равенство, например, и пропало. Что устраивало Мази? Два огненных шара. Два петроглифа. Так же добор в виде интеллекта. Много карт на самом-то деле могло помочь здесь Мази. Ну, сейчас пиробласт ложный еще. Но пиробласты не играют на самом деле в таких агрессивных магах. Посмотрим, может быть, это будет счастливое... Ну, смотри-ка. Опа-ча. Мази улыбается. Ну, давай. Давай, поехали. Давай, йог. Все или ничего. Проклятье в паладинчика. Будь ты проклят. Зелье на йога. Предательство на... Предательство чуточку не туда, но не суть. Очищение. И все. Йог закончился. И тут петроглиф еще. Но зато петроглиф. Но хотя бы... Он может тебе дать глыбу. Мы хотя бы ранили Рагнароса. И это дает 50 на 50 на захил. Снимается у нас здесь антимагия. Через равенство отдаем второе равенство. Забираем йога. Железно-бетонный захил есть у нас. Это печально. Но... В смысле? Для паладина это хорошо. Для Мази это печально. Смотря за кого вы болеете. Смотри, дело-то в чем, что... Ну, Гребнистого мы здесь так и не увидим, потому что Чероплет... Все понимает, да. Он прекрасно знает, что там за самый первый секрет, который висит дольше всего. Защитник холмов. И самая главная беда в том, что... Прямо сейчас Рагнарос погибнет. 18 хп останется, да, само собой. Но пойдет в дело Тони. Правда, нужен какой-то спелл за один кристалл мана. Иначе мы опять не поставим Антонидаса. Но зато есть под контроль с помощью Таримана Антонидаса. Не хватило буквально двух карт. Петроглев и Огненный Шар, друзья. Ну, может быть, мы сейчас что-нибудь придумаем... Обек на кода. Не хочет возвращать Рагнароса, зато возвращает... Ну, будем... В общем-то, ставочка идет на раскрутку Архимага. На дополнительные... А, возложение рук. Все. Вопросов нет. Возложим руки к небу. Мне кажется, что Майзи будет аллергия на все заклинания и существ, которые хилят, в принципе, после этой партии. Плохая раскопка провокаций. Действительно плохая. А тут тебе Виклор. Ну, а... Глазый ужас. В принципе-то... Ну, тебя устраивал кто-то там сенопал. И, наверное, Тирион в какой-то степени. Даже Тарим неплох. Ну, по мане Виклор появляется. Без брата, правда. В одиночестве. Еще Ктун Паладинов нам не хватало. Игорь, остановитесь. Я просто представила Ктун Паладина, и мне аж поплохело. Да. Все здорово, но мы даже ни одной секрет разыграть не можем. И добрать с Тони плюс один огненный шар. Это смешно, конечно, просто до безумия. Потому как и Айсблок, и Чараплет у нас висит. Это было бы смешно, если бы не было так печально. Давай объясним, потому что кто только подключился, они не совсем понимают. Друзья, сейчас каждый из секретов мог бы быть разыгран за один кристалл маны и дал бы дополнительный огненный шар, если бы не одно дно. Уже один Айсблок и один Чараплет висит на Джайне. Поэтому хватит одного огненного шара. Да, беда. Так, а что у нас по возможности вообще прямо сейчас сбить Айсблок? Да, я думаю... Ты можешь сбить... Свещение? Но Тимпета в идеале забирать... Архимага. Стоп. А, ну он хочет, я понимаю, он хочет сыграть через Алдора и побег на коды. Ну, если ты играешь Алдора и несущегося коду, то у тебя уходит на это 8 кристаллов маны. И тогда у тебя ещё и помимо всего прочего остаётся мана змея. Что? Мы оставили Архимага на столе? Ну, там не было возможности нормально зачистить после атаки. Нормально не было возможности зачистить мана змея, чтобы точно убрать Архимага. А зачем нам вообще давать шанс противнику? Ну, у него была, либо он разбирается с Архимагом, или он срывает Айсблок. Ну, так разбираемся с Архимагом. Окей, сбиваем Айсблок следующим ходом. Какая разница? Мы выиграли уже партию. Ну, вот тебе и тонкости. Ну, это ошибка. Это не тонкость, это ошибка прямая того. Это определённо. За счёт секрета огненных шаров сейчас закидывает Майси урон в лицо. Просто лол, друзья. Это просто... Ну, на самом деле он всё равно остаётся в игре благодаря возложению рук, которые дают 8 здоровья. И таким образом ты выходишь с рейнджа. Пожалуйста. Фростболт. Один раз. Один раз, пожалуйста, Фростболт. На старте две ледяные стрелы ушли. Хорошо. Петроглиф. Один раз. Петроглиф, Фростболт. Один и последний раз прошу. Один раз. Давай. Чтобы наказать. Сколько карт там осталось? 9. Но нет, Фатик не выйдет никак. Но это ошибка. Просто ошибка в решающей игре, когда ты мог не давать этой возможности оппоненту. Зачем её допускать? Всё хорошо. Ты здорово отыграл от всего. Сейчас есть для мази. Нет, это не то. Это не то. Сейчас тебе надо из Петроглифа уже искать семена из блок. Набирать. Поднимать второй Петроглиф. И это не то. Нет. Никак. Не пройдёшь ты стенки. Даже если Лерой придёт тебе. У тебя просто не хватит здесь заклинаний. Зачистить помощь существ также не получится. Ну, стенка 7-8. Элементаль земли, как вариант. Ну, и он не приходит для мази. Ну, что же. Поиграно. Жаль, не наказал мази за ошибку. Но ещё 2-2. И нас ждёт пятое решающее противостояние. Паладин у нас. И для мази также последняя колода. И это будет паладин. Битва двух паладинов нас с вами ожидает. Друзья, устраивайтесь поудобнее. Готовьте себе крепкий чай или кофе, если вы собираетесь досматривать дримхак сегодня до конца. Во-первых, это противостояние будет также весьма продолжительным и вязким. Битва двух паладинов в нынешней мете это далеко не самое быстрое явление. Ну, и дальше у нас будет продолжение. Последующие раунды швейцарки, которые уже для вас будут комментировать Александр и Михаил. Я уверена, что они уже готовятся врываться. Но у нас пока пятое решающее. Ну, я отмечаю здесь Ктикса. О том, что проснулся рано утром. Проснулся, дримхак идет, уснул, дримхак идет. Да, говорит, хотел посмотреть топовый дримхак, чуть-чуть подзаснуть по нему, но после первой игры сгорел. И выключил. И больше спать не хочу. Типичный Ксикса. Не, не выключил, просто сгорел и спать не хочу дальше. Нормально. Ну что, Мази здесь отыгрывает нам Мурлок Паладенья. Хоть архетипы немножечко отличаются, уже динамика. Волнамут выходит для Мази. Есть продолжение в виде Озерного. И также Полководца. Далее есть Адаптация. Может быть, этот старт даст рыбок к победе. Но вот Вестник, это еще та зараза. Не любишь Вестника? Ненавижу Вестника. Он постоянно ломает тебе опенинг. У тебя, ты знаешь, сидишь такой, смотришь на руку. Первый ход, второй ход, третий. Все круто работает. А потом Адаптация. И тут такой Вестник Рока. На темпоколодках бахаешь, да? Понятно, понятно. И тут такой Вестник. Нет, 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 нет. Сегодня ты так не сыграешь. Ты пропустишь третий ход, а потом, возможно, ты пропустишь четвертый ход, а потом я начну цыпать таунты. Ну, в общем, такая себе история. Я не сильно люблю Вестников Рока. Хотя играешь, когда на контроль или фризмаге Вестник Рока становится твоим лучшим другом. Вот ты в определенный момент только эту карту и желаешь увидеть. Да, Вестник хорош на самом-то деле. И причем он дает, ну, большой простор для воображения. Когда его именно сыграть, в какой ход ты хочешь что именно сконтрить. На самом деле карта весьма гибкая. Что в агроколодах, на самом деле, я считаю, что потенциал у него не исчерпан. Тот же Найман пробовал в фулл-агролайнапе. Тестил Вестников Рока. На самом деле хорошая-хорошая карта, и она еще проявит себя не раз. И будет играть дальше. Потому как это стандарт. Ну что? Разыгрываем мы Волномута и Озерного Охотника. Заход тут более чем царский для Мази. Ну и под контроль есть у Авола. Не хочет отдавать освещение. Хочет развести, да, на будущее. Но не знаю, как это вообще выйдет боком, по-моему, для Авола. Ему главное вот... Мне кажется, это освещение. Поддержать. Это железобетонное освещение прямо сейчас. Нет, не хочет. Окей. Против подобного оппонента тебе, скорее всего, придется чистить порядка двух, а то и трех волн мелочи. Первый заход через Мурлока, возможно, через Мурлиндию тебе нужно зачищать. Потом Мурлоки, разыгранные с руки, адаптация тебе также нужно зачищать. Ну и, помимо всего прочего, там какие-то защитники холмов, какие-то смотрители. Просто вот, что я имел в виду, почему было хорошо сыграть освещение, на мой взгляд, персонально, да. То есть мы размениваем весь стол, играем освещение. Сейчас Мурквизитор и полководец, и Кодо не делают ничего так же. Таким образом ты восхищал, встречал того же Финджу, который мог выйти с монеты. Ты просто играл бы Кодо сверху. А сейчас освещение, ну что он тебе дает? Теперь уже ровным счетом ничего. И Тарим, что тебе дают, скажи мне? Теперь в идеале тебе есть серебряный клинок махнуть на одно из освещений. То есть мы такие, окей, мы сыграем освещение теперь в два хода. Но далее Мегазавр, пробаф на ХП и поигранно. И ГПРП, I love Hearthstone, как написал бы Ксикса или любой другой профессиональный игрок, который в теме. Ну мы поехали. Вот тебе Мегазавр. О, подожди, подожди, подожди. Адаптируем. Так а может адаптировать не надо? Зачем? Ты играешь прямо сейчас Гребнистого Скокуна. Адаптация не нужна уже. А может монеточку все-таки лучше придержать под раннего Тириона? Учитывая, что с хорошей адаптацией у тебя есть хорошие, во-первых, размены. Возможно, если зайдет Божественный щит, то даже без потери и без ранения своих существ. При этом с хорошей адаптацией ты можешь обыграть, например, одну из зачисток. Просто дело в том, что монета, то есть Тирион тебе уже не нужен. Твой оппонент уже тебе дал все карты на руки, и ты просто сейчас размениваешь этот столб, ешь по лицу, застраховался от освещения, дальше у тебя пойдет Мегазавр, и все. Хотя, с другой стороны, ты прав. Тут, на самом деле, как ни крути, у тебя шестой уход есть Мурчидин плюс тоже Мегазавр. При этом, таким образом, сейчас весьма проблематично сыграть Тарима твоему оппоненту. Да, как-то печально все для Леди Леодрин. А у тебя есть ли Леди Леодрин? Нет. Ты не играл в Вов? Я не очень люблю все эти скины. Я не очень люблю скины. Я не вижу в этом смысла. Так же, как и золотые карты, я просто пылю сразу же все. На арене отключаю всегда тоже все вот эти вот украшательства. Как по мне, карты, это все-таки немножечко другое о скины. Это же прям изменение внешнего вида, обилки героя, эмоции. Удачи, Олеся, я тебя понял. Это добавляет, ну, ну, Иго. Держи в курсе. В курсе держи, самое главное. Друзья, ставьте сморг, если вы любите скины. Причем халявные скины, желательно. Которые стоят тысяч по 10 долларов. Там, вспоминая CS GO. Не-не-не-не-не, такие скины нам не нужны. Нормальные скины. Вот эти скины, я понимаю, в них есть смысл. А во всех остальных скинах смысла нет. Извините, пускай лучше они будут там за какие-то небольшие деньги, но... Или даже божественный щит. Атака или божественный щит. Одно из двух. Думаю, что даже божественный щит, если честно. Атака, ты наносишь гораздо больше урона. Развиваешь немножко. Сколько там, кстати? Темп. Семь, десять и двенадцать. Двадцать две единицы урона прямо сейчас влетает в лицо. Это с трех мурлоков на секунду. Ну да, Морчидин с ней атакует, потому что адаптировался и вышел только этим ходом. Десять. Двадцать два, двадцать два там получается. Ну что, что делаем-то? Мази, давай бей в лицо уже. Ну, что началось? Не томим. Ну да, вот сморк. Вот я понимаю. Другой дело. Наш чемпион. Развлекайся, говорит. Три хп давай, бей. Причем здесь нужно чистить стол, таунтиться и пытаться хилиться. А у тебя всего семь кристаллов маны. Ну, зато мы засейвили освещение в свое время. А-а-а. Освещение топ. Это прямо очень важная штука, когда у тебя на седьмой ход три единицы здоровья остается. Мутарим. Тоже классная карта против Мурладина. Также против токен шамана всегда беру ее. Классно. Бафаем токенов. Выигрываем противостояние. Друзья, совершенно справедливо. Победа Мази. Последняя игра Тавола ставила много вопросов, но не без ошибок. Он и не такой большой профессионал, как его соперник. Более сильный игрок выигрывает. Это самое главное. Тут Мази счастлив, что все-таки он доиграл эту партию в плюс для себя. И ему остается, насколько я понимаю, лишь одна победа для того, чтобы выйти в следующий круг. И это круто. Ну и объективно Мази в этом противостоянии выглядел гораздо более уверенно, спокойно. Он понимал силу и очень круто использовал все сильные стороны своих колод. Вот не хватает порой на таких ивентах, как Дримхак, что ли более начинающим игрокам, если можно так сказать. Даже не более начинающим, а менее опытным. Порой ребятам не хватает уверенности в собственных силах и внутреннего спокойствия, чтобы не нервничать, не дергаться, не переживать и не совершать микро ошибки, которые в результате в финале приводят к твоему поражению. Ну, более опытные оппоненты должны выигрывать. Тут, конечно, большой комплекс всего происходящего. От того, где ты находишься, от волнения, в том числе, которое просто синергирует с этим местом. Ну и прочие-прочие моменты, о которых... И немедленно оппонент. Вот это также является таким фактором давления. И плюс камеры, на тебя все смотрят. Любая ошибка, которую ты допустишь, будет потом просто до косточки разбирать в социальных сетях, говорить какой-то нубас, рассказывать, что ты вообще не можешь жить на этой земле, потому что ты играешь как нубас, например, и прочее. Ну, я утрирую, но на самом деле примерно так, наверное, представляют все это игроки. Это сильно, что-то как-то жестко. По Хардстоуну... Да нет, на самом деле нормально. В принципе, я уверен, что и не так себя порой награждают оппонента. Ну что ж, друзья, у нас заканчивается восьмой круг швейцарской системы. Остается лишь один, то есть фактически мы перешли за рубеж в половину трансляции. Впереди еще шесть часов на секундочку, но эти шесть часов мы с вами не проведем. Ну а проведут с вами этих замечательных, великолепных ночных шесть часов Александр Творина, Михаил Лебедь. Передаем им бразды, собственно, правления. Стрим поднимется, я думаю, буквально через несколько минут, поэтому никуда не уходите. Прекрасной вам ночи с ребятами. Ну а мы прощаемся. Спасибо большое, что смотрели нас. Добра вам, друзья. Пока. Доброй ночи. И смотрите девятый раунд. Надеюсь, что будет там Найман, и он покажет всем свою мощь. Кумыц Павр.